Спорткомплекс Олимпийц. Несколько десятков юных футболистов тренируется. Главный недостаток 2020 года по утверждению тренера по футболу Вишневского мало товарищеских игр и турниров. А одними тренировками мастерства особенно не добавишь. Да и детям не особенно интересно. С самого начала у нас зимой турнирами провели дома. Все прошло, как говорится, слава богу, нормально. Все довольны остались. Мы вовремя успели провести пандемию. Помните, вы тоже снимали здесь, у нас участвовало 12, максимум 16 команд. Это все прошло здорово и все довольны. Спорткомплекс Олимпийц. И спрашивают, когда еще, когда занят, когда будете еще проводить. Поэтому это для нас как бы выводы делаем. Дальше чемпионат Киевской области. Весной, к сожалению, уже не состоялся второй круг. И поэтому там не определяли места, ничего не определяли. Всем детям дали грамоты, дипломы за участие. Все, на этом все закончилось. Ну и уже летние каникулы, то же самое, кто съездил, кто смог съездить где-то. Было тяжело, сложно в этом. Хотя планировали поехать на турнир в Болгарию в июне месяце. Но, к сожалению, не получилось. Ну а с осени начали работать. И область, то есть первый круг, 20-й год, мы все команды, все возраста участвовали по всем возрастам. Там особых задач мы не ставим на область. Почему? Потому что мы как бы сотрудничаем с Десной и стараемся лучших детей своих отдавать, чтобы они играли за Десной на чемпионат Украины. Сами понимаете, если 2-3 человека с команды лучших уезжают, уже сложно. А взамен брали у них тех детей, которые не попадали в заявку, они играли за нас. Поэтому как бы особых задач нет. Задача у нас простая. Выращивать где-то детей. Если видим, что у него какой-то мальчик есть перспективы, у него желание есть, тренируется, значит, пожалуйста, там вот с Десной с тренерами разговариваем, они смотрят их. Если они сильнее черниговских, то, естественно, ездят. Некоторые там несколько раз на неделю тренировки. Сколько человек? И играют. Ну, за Десну у нас играло там по разным возрастам старших. Три человека. Это не считая то, что еще два человека ушло в другие клубы. Уехали уже из города. Там один мальчик у нас в Динамо. И еще один воспитанник наших тренеров играет за молодежь Александрия. По младшим тоже там несколько человек, четыре тоже играют, ездят на подъездах. Поэтому такая ситуация. Дальше будем планировать опять же на турнире, если получится, будем проводить здесь. И желательно. У нас много спрашивают на большом поле турнир. Но, к сожалению, у нас поле такое, что не хотят к нам ехать. Мэр обещал, что еще в октябре начнутся. Но там октябре не началось. Но весной уже начнется как бы восстановление. И, возможно, поле уже к дню города заработать. Вы вообще в это верите? Ну, это обещание уже не первый год. Поэтому я уже с сомнением к этому отношусь. Не знаю, в каком у нас состоянии там сейчас это покрытие. Но вам сейчас стало удобнее. Все-таки Черниговая команда Высшей Виги. Причем идет на третьем месте. То есть уже есть куда расти. Ну, да. Где-то боится детей когда-то отправлять, как говорится, на постоянное с проживанием, с учебой. То есть Десна. Ну, если посильнее, как говорится, не то, что... А школы именно детские, юношеские. Поэтому где-то кто-то ищет, может и посильнее уезжает. Так как, как я говорил, вот у нас два мальчика уехала. Сейчас он Ю-16 играет. Поэтому они на постоянной основе там проживают и учатся. Пожалуй, стоит отметить и открытие еще одного многофункционального стадиона около четвертой школы. Там достаточно приличная площадка. А еще в этом году в сентябре прошел футбольный фестиваль, на котором тренера Кады и США в основном просматривали юных футболистов из различных кварталов и свою молодежь. А когда закончится пандемия, вы готовы сразу проводить встречи, товарищеские турниры? Да, мы готовы. Мы стараемся, в принципе, и так работаем, как бы ее и нет. Вот чемпионат в области Журу мы провели. Потому что нет игр, я так понимаю. Тернировки проходят, но нет игр. Ну да, вот нет товарищеских игр, мало. Сейчас просто мало очень товарищей. Ну и турниры не очень. И турниры, да. Поэтому, а так, область прошла. Я же говорю, что мы один тур только не доиграли. А какое место? Ну, место мы там с разным возрастом. Одни, как бы, в троечке, одни ниже, одни в средине, одни ниже. То есть, я же говорю, что особых перспектив, задач мы не можем ставить. Несмотря на карантин и с надеждой на то, что он скоро закончится, тренера приглашают юных словачан на тренировки в секцию футбола. Приглашаю детей, пусть приходят. Всегда рады. Любые возраста мы просматриваем. Даже начиная, наверное, с 15 лет и ниже. То есть, если бывает, что приходят мальчики, там, довольно-таки способные, 12-13 лет уже, которые... Где-то там во дворе играют. Да, во дворе играют, приходят и довольно-таки быстро набирают. Поэтому приглашаем детей. И желание к руководству города, конечно, сделать нам поле. Потому что, ну, мы даже на хороших полях, мы приезжаем, люди теряются, просто теряются. К ним ко всему надо привыкать. К хорошему тоже надо привыкать. Хотя, ну, быстро, как говорится, хорошее привыкаешь, но... И, конечно, все тренера ждут послабления карантина и возможности провести уже в феврале традиционный футбольный турнир. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...